АПЛОДИСМЕНТЫ Городское управление здравоохранения отмечает солидную круглую дату – 80 лет. Как и принято в этот день, все присутствующие на концерте в комплексе «Арсеналец» вспоминали историю, а нынешний начальник структуры Татьяна Скорик – своих предшественников. 30 лет назад управление здравоохранения Хабаровска возглавляла Людмила Журбук. Все детские, взрослые стоматологические поликлиники, которые размещались в подвалах, жилых домов, полуразрушенных, они все были выведены в новые здания. Было тогда построено много молочных кухонь, много было построено детских, стоматологических поликлиник, женских консультаций. Позже в лихие 90-е управлением здравоохранения руководил Станислав Иванович Пустовой. Вставал главный врач и говорил, у меня, говорит, остался мешок соли, говорит, и лаврового листа, а больных 600 человек. Понимаете? Я приходил к мэру и говорил, мэр, у меня совершенно денег, надо же отрасль, чтобы существовало. Он, говорит, вот было, отдал. А мне молоко нужно было купить, бензин купить. Несмотря на не самые приятные воспоминания, Станислав Иванович гордится тем, что выстояли в те тяжелые времена. И считает, что сейчас молодым специалистам грех жаловаться. Им стало работать намного проще и легче. Но молодым специалистам сравнивать не с чем, и они хотели бы большего. Обещают, что повысят зарплату молодым специалистам, чтобы привлечь молодых, особенно на участковую, в поликлинике. А почему вы тогда выбрали этот путь? Это было давно. Это интересно, помочь людям, ну и вообще понять самого себя, свой организм в целом. Времена изменились. И сегодня то, что касается содержания поликлиник и больниц, находится в ведении краевых властей. Городское управление направило все свои силы на пропаганду здорового образа жизни. Это и зарядки. В холодное время они проводятся в домах ветеранов и торговых центров. Это и шаги здоровья, причем в сопровождении врачей-консультантов. Месяц назад наша съемочная группа с удовольствием прогулялась в компании этих милых людей. Я со своей подружкой, я живу тут на Уссурийском бульваре, сальсу научилась танцевать, сиртаки. Сейчас я что-то отстала, ездила в Калининград и немножко отстала. Но сейчас они джайф, по-моему, танцуют, девочки. Есть у нас два мальчика, которые сюда прицветы и трали, вали, вали. Важно отметить, все эти мероприятия бесплатны для хабаровчан. Узнать о них можно на сайте администрации города. Совсем недавно стартовал новый проект «Школа молодой семьи». Посещать курсы могут как будущие мамы, так и папы. Вот представьте, принесут вам этот кулечек, да, маленький? Вот сразу вопросы какие-то, какие возникают? Кто это? Откуда? Стоит ли выводить гулять в первый месяц? Стоит ли вообще, я не знаю, папе давать в руки в первый месяц? А вот папа пусть нам и ответит. Надо объяснить сначала, как что, держать? Все это объясняют в ресурсном центре некоммерческих организаций по адресу Ленинградская, 30, каждую среду. Лекторы, гинекологи, урологи, стоматологи, педиатры, инфекционисты. Приходят туда и опытные мамы, объясняя это тем, что хотят быть в курсе изменений, ведь медицина не стоит на месте. А может, на это есть и другие причины? Не знаю, как девочка, но мне очень интересно смотреть на наших молодых девчоночек, которые совсем еще юные, и у которых первая лялечка, и они с раскрытыми широко глазами. Они только собираются в это окунуться, поэтому, ну это для нас, ну, по крайней мере для меня, это просто новая волна эмоций, скажем так. Развлекаться, представьте. Чем бы будущая мама не тешилась, лишь бы улыбалась, не зря же это время называется декретным отпуском. Возвращаясь к направлениям деятельности Управления здравоохранения, в планах сотрудников Организация скандинавской ходьбы. Именно хабаровская практика в рамках программы сохранения и укрепления здоровья взята за основу Министерством здравоохранения России и будет внедряться в других городах. Телеканал Хабаровск у нас есть специальный... По случаю 80-летия Управления почетными грамотами мэра города были награждены сотрудники медицинских учреждений, а также другие организации за пропаганду здорового образа жизни, в том числе и телекомпания Хабаровск. Спросите, за что именно, а вот и ответ. Клубная музыка, романтическая обстановка. Неужели вот прям хочется заниматься этим вот фитнесом, этим спортом? Хочется. Да. Хочется? Хочется. Вот одной из... Если честно, хочется поспать, но ты понимаешь, что вот это вот надо скиривать и надо вот работать. Какой вес? 126. Мечтаешь о каком? 100. Все же, Даш, если не обо мне, причина возникновения фобий какая? Давай про страхи, может быть, сначала. Давай. Да, причина возникновения страхов. Это гиперопека родителей. Изначально, когда родители говорят, вот сюда не ходи, ты можешь споткнуться и поцарапать коленку. Это особенно актуально сейчас для мальчиков. У меня есть достаточно много клиентов с этой проблемой. На улице гулять нельзя, получая хорошие оценки, права на ошибки нет, и тогда ребенок становится неуверенный в себе, у него появляется очень-очень много страхов. Этот прибор показывает именно насыщение крови кислородом артериально, то есть капиллярное. По этому мы можем судить, есть кислородное голодание у человека или его нет. Доктор, ваш вердикт, у меня кислородное голодание? Голодание, да. Пойдем питаться, кислородный коктейль пить. За все время существования телепроекта «Хабаровск. Здоровый» было записано 200 программ. Рекомендации зрителям дали 120 врачей города, а самих советов и консультаций – десятки тысяч. И это не предел, потому что мы за «Хабаровск. Здоровый». Продолжение следует...